ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Появилось официальное сообщение Росстандарта об отзыве более 90 тысяч автомобилей Lada Vesta и Lada X-Ray Выпущенных с конца января 2018 года по конец сентября 2020 Вин-коды размещены на сайте ведомства Причиной является возможное повреждение топливного шланга в моторном отсеке Автовладельцам рекомендуется связаться с дилерским центром Специалисты проведут осмотр и при необходимости бесплатно заменят трубопровод ТРАССА 101 Нулевая смертность в ДТП в России к 2030 году Эта цель, поставленная несколько лет назад президентом Путиным, оказалась недостижимой Кто бы сомневался Теперь дана новая установка Показатель к упомянутому сроку не должен превышать 4 смертей на 100 тысяч населения Для сравнения сейчас это 12-13 на 100 тысяч Согласитесь, тоже смело В прошлом году, добавлю, в автоавариях на дорогах страны погибли почти 17 тысяч человек Это сопоставимо, к примеру, с тройной численностью населения мурашей ТРАССА 101 С 1 ноября обязательной станет маркировка автомобильных шин, а продавать немаркированную резину нельзя будет с 1 марта 2021 года Каждая единица продукции получит уникальный код, благодаря которому можно будет отследить ее путь от завода до торговой точки Все это нацелено на то, чтобы на прилавки не попадали контрафактные шины или подержанные под видом новых Однако до сих пор никто не может внятно ответить на главный для потребителя вопрос Подорожают ли шины и на сколько? ТРАССА 101 В России может появиться еще одна автомобильная марка О ее создании задумалось предприятие Автотор в Калининградской области, где сейчас делают Киа, Хионды и БМВ Завод обладает всем необходимым для производства собственных авто А его мощность довольно внушительная, более 200 тысяч легковушек в год Задуманное может быть реализовано в ближайшие 10 лет ТРАССА 101 Киа в начале следующего года собирается изменить свой логотип Главное отличие в том, что все три буквы будут соединены Цвет белый либо черный Это является частью концепции, согласно которой южнокорейская компания будет делать ставку на выпуск гибридных машин и электрокаров Ожидается, что в ближайшие 4 года в линейке Киа появится минимум 11 электромобилей На их разработку планируется потратить 25 миллиардов долларов На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания ТРАССА 101